В тот момент, когда мужчины начинают говорить своим женщинам, что им не нравится нос, губы, не нравится эта женщина и предъявлять к ней какие-либо претензии. Мне не нравятся губы, мне не нравится, как ты дышишь, мне не нравится, как ты там стоишь, мне не нравится, как ты выглядишь. Слыша эта женщина, обычно не изменяется. То есть, если мужчина думает, что она может измениться, знайте, этого не произойдет. Я объясню дальше, почему. Дело в том, что женщина, она по-другому устроена. Думая о том, что мужчина к ней плохо относится и не видит в ней элементов обожания, она перестает видеть в нем элемент желания. Именно поэтому такая мужчина, такая женщина, она любит своего мужа, но уже не ляжет с ним в постель, не захочет с ним заниматься интимными отношениями, потому что будет думать, что она в этот момент ему не нравится. А она должна нравиться ему в этот момент, понимаете? И наоборот, мужчины, это памятка для вас, всегда говорите своим женщинам 6 слов. Первое, какая ты красивая, и вторая пачка слов, я тебя люблю. То есть, и делайте это 3 раза в день. Когда мужчина говорит, я и так говорил, когда, в начале прошлого месяца, забудьте об этом, говорите об этом постоянно, говорите об этом 2-3 раза в день. Даже если это покажется вам смешным, женщина не помнит уже через 20 минут, ей необходимо доказательства постоянно. Мужчины, не совершайте ошибки, никогда не говорите женщинам, допустим, такие слова, мне не нравятся твои губы, завтра будут губы большими. Потом вы вновь скажете, мне не нравятся твои большие губы, знайте, они будут еще больше. Именно поэтому, когда женщина рассматривает себя в зеркале, самые тощие женщины думают, что они самые жирные. И самые женщины, у которых самые красивые губы, всегда хотят их увеличить. Ну, не всегда, но в случае, если рядом находится мужчина, который говорит, мне не нравишься, она будет думать, ага, ему не нравятся мои губы. Потом будет, ага, ему не нравится все полное, ага, мне будет нравиться еще что-то. Я вам хочу сказать, критиковать это просто, а вот сказать или научиться говорить несколько приятных и красивых слов, это же легче. Смотрите, человек чавкает за столом, и вы ему говорите, хорош чавкать, сколько можно, а вы делаете наоборот. Вы говорите, как же ты красиво ешь, надо же, так эстетично, это хорошо, ложечку держишь. Мне очень нравится с тобой кушать. Вот если вы так будете говорить, человек перестанет чавкать и будет есть хорошо. Если будете говорить, хватит есть руками, он будет есть хоботком, хватит есть хоботком, он будет нырять в эту кастрюльку. Хватит чавкать, будет чавкать, будет раскидывать еду на себя, будет об волосы вытирать ногти. И это будет продолжаться бесконечно, до того момента, пока вы не начнете хвалить за что-то. То есть вам что-то не нравится, переформатируйте человека. То есть смотрите, он грязный ложится спать. Вы говорите, ждете момента, и когда он помылся, говорите, как же от тебя вкусно пахнет. Мне так нравится, когда ты весь вымытый, когда ты весь вымытый, ложишься, погладили после этого этого человека. Говорите, мне очень приятно тебя обнимать, ты так хорошо пахнешь, так мне все нравится и так далее. И после этого человек будет купаться, потому что он понимает, что рефлекс подтвержден. И все, это же как бы очевидно и просто все, вы представляете. И здесь нет никакого обряда незамужества или еще чего-то. Это просто надо психику поменять человеку. Все банально, все примитивно. Мы обычные биоэнергетические машины, знаете, просто у каждого свое. Мужчина хочет, а женщине нужно, чтобы ее обожали. Если женщину обожать, то мужчина будет получать милость. Так получается, если один обожает, то другой проявляет милость, понимаете. Это вот так все устроено. Это как жадный мужчина. Женщина обращается и говорит, мой мужчина очень жадный. А вы его обожаете? Нет, он меня заколебал. Ну тогда он будет жадный. А тогда что нужно? Обожайте его. За что? Найдите повод. Какой? Я не знаю, я же с вами не живу. Ну вот где?